В последние годы в Одессе довольно много внимания уделяют паркам и зонам отдыха, причем порядок приводят не только уже существующие, но и открываются новые. Поэтому тот факт, что со временем руки дошли и до небольших объектов, вряд ли кого-то удивит. Совсем скоро начнутся работы по облагораживанию сквера имени Жанны Мариля Бурб. Но прежде чем к ним приступить, было принято решение провести исследование, для того, чтобы после реконструкции место стало не только красивым, но и соответствовало всем требованиям. В середине августа будет объявлен открытый конкурс на лучший проект реновации этой зеленой зоны. И сейчас мы готовим для него техническое задание, которое подразумевает целый спектр исследований этого пространства. Экологи исследуют, историки, транспортники, социологи. При этом одним из важнейших факторов, который непременно следует учесть в рамках проекта, является нагрузки мобильности на сквер и прилегающую к нему территорию. А без актуальных статистических данных получить их попросту невозможно. Так что было принято решение привлечь на помощь волонтеров, которые и займутся подсчетом трафика. Волонтеры должны посчитать, какое количество способов передвижения, типов мобильности используется в этом парке. Здесь преимущественно в парке и в окружающей территории. Здесь преимущественно пешеходы, велосипедисты и машины. В связи с тем, что этот парк, после того, как парк будет реновирован, он станет центром притяжения, точкой притяжения, зоной притяжения. И мы должны спланировать наиболее оптимальную модель мобильности. Инициатива будет действовать до 20 августа, а желающие помочь будут выходить на свой пост 4 раза в неделю. Хоть работа и рутинная, но она очень важная. Инициатива сама по себе замечательная, ведь лучше проделать такую, пускай и однообразную работу до начала благоустройства, и учесть все нюансы, чем жаловаться на промахи проектировщиков уже постфактум. Так что, если у вас есть желание поучаствовать в жизни города, то не проходите мимо, а присоединяйтесь и считайте мимо проходящих в сквере имени Жанны Мари Ля Бурб.